Амар Муртарзалеев, вице-президент Федерации спортивной борьбы России. Несколько слов по вчерашнему дню. Ждали чемпионата, потому что давно ребята не боролись. Как впечатления от вчерашнего дня? Да, действительно, долгожданный чемпионат России наконец-то начался на Рафаминске. Первый день соревнований, три веса, три чемпиона, три дагестанца. Поэтому хочу поздравить сборную команду Дагестана с успешным началом вчерашним. И у нас произошли некоторые изменения в сборной команде Дагестана. Избран новый главный тренер Гаджи Рашидов. Хочу его поздравить с этим успехом. И безусловно президента Федерации борьбы, спортивной борьбы Дагестана Сажидова. Конечно, схватки были, наверное, не того уровня, как это мы привыкли видеть борьбу этих ребят. И Угуева, и Рашидова, двух чемпионов мира. У них потенциал огромный. Но, к сожалению, не было возможности заниматься так, как следует. Залы были закрыты долгое время. Но, тем не менее, вот концовка прошла хорошо. Ребята тренировались в горах в Дагестане, в Хуштаде. И потом уже в Ахачкале два хороших сбора прошли. И это сказалось здесь на результатах. В общем-то, такие волевые были схватки. Интересные соперники, достойные. И поэтому вчерашний день был очень действительно красивый, борцовский такой, азартный, волевой. Ну, а по сегодняшнему дню понятно, что 74 килограмма самое главное. Может быть, вообще на всем турнире собралось столько чемпионов мира. И уже первые сенсации. Что можете по схватке Цабулово и Седакова сказать? Ну, схватка действительно была очень напряженной. Борцы, безусловно, знают друг друга. Очень давно практически вместе занимаются. Поэтому, конечно, им сложно бороться. Это видно было. Но Сабулов был более собран, более напорист. И счет 9-3, говорит сам за себя. Он действительно убедительно, ярко выиграл. Конечно, от Заврубека Седакова всегда ждут побед. Всегда ждут ярких побед. Очень волевой спортсмен. Мне очень нравится этот парень, который просто на последних секундах вытаскивал на чемпионатах мира такие схватки. Значит, очень с известными титулованными и с олимпийскими чемпионами. Вот. Но здесь, видимо, еще он не в форме. Вот. Еще не вошел в то состояние, в котором мы его привыкли видеть. Будем ждать от него хорошей работы в будущем. Но Цабулов прошел дальше и посмотрим. Действительно, у него там собралась команда очень мощная. Вот. И перед ним как раз была схватка. Такого очень подающего, очень большие надежды. новой звезды Дагестана Розамбек Жамалов, который сейчас возмужал, перешел в 74. Мы видели его первую схватку с Сучковым. Сучков тоже не подарок, просто так ничего не подарит. Вот. Но уверенно выиграл Розамбек. И надеюсь, что дальше пройдет. Теперь про будущее немножечко. У борьбы был сложный период после Олимпиады в Лондоне. Целая была такая мировая, ну, так сказать, мировой тур по спасению борьбы. Вообще, как вы себе видите борьбу через 50 лет? Какие, на ваш взгляд, если вот фантазировать, могут быть изменения? Как она должна выглядеть? Ведь конкуренты наступают и, скажем, смешанные поединки. Ну, я действительно очень много думаю на эту тему. И какие-то мысли вслух говорю все время руководителям Международной Федерации Борьбы. Мы видим, что сегодня, сегодня, что происходит вообще вот в единоборствах. Наиболее, наверное, наглядный пример – это, безусловно, ММА. Который на таком коротком отрезке историческом показывает просто сумасшедшую динамику. И, значит, популярность набрал этот вид спорта просто неслыханную. Я, честно говоря, в спорте, в единоборствах не помню, чтобы какой-то относительно новый вид вот мог вот так выстрелить и, значит, иметь такую бешеную просто популярность. Очень хорошо покупаемый вид спорта телевидением. Вот, поэтому, вот, мне кажется, что какой-то прообраз, прообраз вот того, как должно проходить соревнование, наверное, вот нужно все же туда смотреть. Все же борьба, она, на сегодня, она очень консервативна, в моем понимании. Нужно, нужно менять, нужно менять правила, нужно меняться в сторону какой-то динамики, какой-то, наверное, все время, все время идти в ногу со временем. Все время какие-то должны быть новые задумки, новые интересные именно для публики задумки. Правила нужно упростить. Тут даже специалисты порой долго спорят, там, так или не так, а каково зрителям. Поэтому, вот, правила и баллы за них, чтобы были понятны, за что и почему дали. Но, саму борьбу, значит, нужно сделать более динамичной, более яркой, более интересной. Вот, форму, может быть, поменять, весь антураж, систему проведения соревнований изменит. Все это вместе, я думаю, что очень важно, очень важно для понимания, для того, чтобы, значит, этот вид спорта был популярным у молодежи и у любителей спорта. Продолжение следует...